Продолжение моих индонезийских приключений будет немного позже, а сейчас такой экспресс-обзора моего тура по Вьетнаму. Погнали! При монтаже меня ждал шок. Большая часть материала с тура была потеряна, причем самая сочная часть. Глюк жесткого диска, не буду вдаваться в детали. После 9 часов попыток что-нибудь сделать, посыпания головы пеплом, депрессией и в конце концов принятие, я решил монтировать при помощи фото с телефона и сторис из инстаграма. Да, не вертикальные, но что делать? Это вот тур по Дельте Миконго. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь? Подожди, было семь. А, водитель тоже едет. А это мы уже в Далате. Немножко безлимитной еды. Совсем чуть-чуть. И еще чуть-чуть. И еще чуть-чуть. И еще. Топар-лабиринт. Иногда здесь можно заблудиться. Это говно. Кофе, который высрали. А вот там вот производитель кофе. В данный момент спит, отдыхает. Кофе из говна. Это мы на ферме сверчков и прочей живности. Это мы едим сверчков. Предварительно запустил это в инсту, конечно же. Кто же их будет жрать просто так, не показав миру? Это же тупо. А это водопад. Как назло, эта часть тура была самая активная. Байки, водопады, клопы. Вот это вот все. А вам осталось только смотреть, как мы отдыхаем. Полноценный материал начинается с того момента, как мы поднимаемся на Банна Хиллз. Из семи человек только мы трое изъявили желание туда подняться. После четырех часов дня цена падает и составляет 600 тысяч. В обычное время это 750. Несмотря на такие цены, я думаю, что остальные члены группы позже нам позавидовали. Потому что место достойно посещения хотя бы из-за канатной дороги. И даже плевать на эту мерзкую погоду. Канатка просто невероятная. Все, закадровый голос с вами прощается. Пока-пока. Переходим к полноценному видео. Вернее, к его останкам. То есть остаткам. Хотя нет, нет. Первая подходит больше. Это вентиляторы, которые дуют теплом. То есть это обогреватель и вентилятор одновременно. И вот мы поднялись вверх. И тут вот как-то так туманно. И это самая высокая в мире канатная дорога. 1300 метров перепад между начальной и конечной станциями. Тут все совершенно в другом стиле. Если там было в таком азиатском, китайском, то тут прям такая Европа. Это французское село. Все тут очень серьезно. Капец. Ноттердам де Банна Хиллз. А на Голден Бридж, оказывается, нужно ехать с пересадкой. Мы уже в другой машинке. Тут вообще ничего не видно. Вот просто... Ну вот как-то так выглядит этот мост. А вон рука. Все видят красивые фотки оттуда, но никто не видит бэкграунд. Вот так вот все фоткаются. Вот так вот оно выглядит. Вот так вот моторы тут всякие. Кабинки ездят. Вторую руку даже почти не видно из-за тумана. Ну из-за облаков. Мы в облаках. Так раз резко и выходит, уходит облако. И такой раз все видно. Офигеть. Просто в секунду. Мы, наверное, минуту не понаслаждались хорошим видом, как ливанул дождь. Все видели вот те руки, хотя даже сейчас я их не особо вижу. Но тут, оказывается, есть еще ноги. Вот еще рука. Вон голова торчит с ушами. Вот. Ой, а этот вообще плюется. Жопу? А другие? А ну, покажи, покажи. Круто. Слушайте, а тюльпаны, они-то цветут недолго. Тут они всегда так. Их, наверное, выводят, садят. А потом садят новые, когда эти отцветают. Ну, просто такой свежачок. Ну, что, стоит оно и этих денег? Конечно. Всем привет. Я больше скажу, если я буду в Дананге снова, и будет солнечная погода, я вообще приду на целый день. А тут еще включен ужин. Нам выдали бесплатные билетики на ужин. И тут все так масштабно. Да! Это безлимитная еда! Что? 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 Серьезно? До 9.30 он работает. Тут даже крокодилятина безлимитная. Блин, это место, по-моему, даже круче, чем тот шведский стол, на котором мы были. И тут еще литровый, литровый, блин, бокал пива. На халяву. Это все бесплатно. Крокодилятинка. А как классно ехать по канатке ночью. Красота, да? Ох. Интересный факт. Когда хожу с группой, даже я спрашиваю, на вьетнамском все цены, все равно все дороже. Пошел сам на рынок. Дешевле. Хоян. Этот город был, по-моему, просто создан для инстаграма. Заливают 2-х литровый бочонок пива. И стоит он 75 тысяч. Такой неплохой у нас хостел. Завтрак. Что там на завтрак? Тут еще и бассейн. Что тут на завтрак? Там можно яйца разного вида. Там экстейшн. Экстейшн. А, да. Яйцевая станция. Ух ты. Есть. Огонь. О, картошечка. Так, все. Наедаемся, чтобы так на завтрак и на обед было. Написано, ешь, пока не станешь жирным. Блинчики со сгущенкой. Вот такой вот у нас хостел на пляже. Там море. Ладно, море потом покажу. Вот такой вот прям. И Рома нашел ром дешевый. Рома Ром. Кстати, Рома и Рэм. Да, кстати. Меня Ром погоняло вообще как-то, ну, в основном. Мы троем три Рома. Три Рома. Почем Ром? Как даром? А Рома почем? Вот этот 80 гривен. Ну это уже я к договору. Все, Ромин уже в гривны переводит. Пообщался татарин. Ромин уже сама хочет. Уже все хорошо. Уже все хорошо. Уже охохлывся. Виталий, выключай, бери стаканчик. Да не, не, я наберу не який стаканчик. А вот наш хостел. Настольный теннис, настольный футбол, бильярд. Какие-то даже компьютерные игры. Гамаки. Бассейн. О, единорог освободился. Это, конечно же, море. Провинция Пинь-Туань. Я надеюсь, я правильно ее выговариваю, потому что этот был позор. Будет позор. Я тут прожил 6 месяцев, полгода. Она известна своими драгонфруктами. И они стоят всего пятерочка. 5 тысяч. 5 тысяч. 5 гривен. То есть на 1 доллар можно купить почти 5 килограмм вот этих вот замечательных фруктов. Что я сейчас и делаю. 25 тысяч. 1 доллар, 1 евро. 25 гривен. Наш водитель очень агрессивно разговаривает. Это вот наш джип. А там еще один джип. А вон он второй. Мы сняли два джипа. Едем на дюны. В море, да. У второго джипа улетела кепочка. А мы ее поймали. А теперь он домой? О, нет. Субтитры сделал DimaTorzok Ребята, тут травы нет. Серьезно, ну смотрите, ну куда вы идете? Остановитесь. Остановитесь. Еще идут. Вы и друзей позвали. Ну куда? Ну какое здесь подбище? Ну чего вы? Тут есть два хостела с одинаковыми названиями. Один фейковый, другой оригинальный. Причем у этого оригинальное место, а вот там вот оригинальный хостел. Они друг друга ненавидят, они друг с другом враждуют. Как так получилось? Сначала оригинальный хостел был здесь, и он назывался iHome Moyne. Потом они переехали на локацию побольше. А в это время выкупили территорию другие ребята и назвались так же точно. Мы живем там, в настоящем хостеле, он даже написан iHome Original, а вот с него браслет. Бэкпекерс, iHome Original. Они у этих самозванцев. И конечно же люди путают. Они друг с другом рядом находятся, у них одинаковые названия, они приходят, у них бронь вот сюда, они приходят в другой. И тут на ресепшенах говорят, да-да-да-да, вы туда попали, да. И вот так вот они воруют друг у друга постояльцев, гостей. И, ну, по крайней мере, тот фейковый хостел так делают, уже проверено было. Не знаю, делает ли так наш хостел. Вот так вот выглядят комнаты. Вот это наша комната. Но самый прикол этого хостела, это вот эта вот штука. Вот как бы отдельные комнаты, и это, казалось бы, тоже отдельная комната, но на самом деле там могила. Старая могила. То есть если бы она была в открытом состоянии, могила на территории хостела, что... Ну и сносить ее, конечно, тоже нельзя. И вот выход нашли, вот так вот креативненько сделали домик. На этом все. Следующий тур у меня запланирован на март большой тур по Вьетнаму с севера на юг. Будет ссылочка здесь, будет ссылка в описании, поэтому записывайтесь, если кому интересно. Возможно, когда вы смотрите это видео, еще будут места, а возможно и нет. В общем, пишите, узнавайте. Все, увидимся. Что-то рыбка приуныла. Просто типа идем между вот этих вот пальцев, и пальцы вот это вот так, вот они просто, они вот как у меня вот это вот на руке растут пальцы. И тут они такие же пальцы, только большие, и они более, наверное, холодные и твердые, потому что мои пальцы сделаны из мяса и костей, а вот эти вот пальцы сделаны из камня, из цемента. Из чего они сделаны? Как вы думаете, из чего сделаны пальцы? Я думаю, из железной вьетнамской воли. Здравствуйте, вы знаете, из чего сделаны пальцы? Пальцы? Ой, все в масках.